Это программа «Итоги недели» в студии Пётр Стуликов. Здравствуйте! И вот главные темы. Мы уверены, что ту гарантию, которую нам дали строители, минимум на 100 лет, она точно будет выдержана. Новый мост через Колу. Полноценное движение к столице Арктики восстановлено. За прошедшие 17 лет в этом качестве удалось проделать огромную работу для развития железнодорожного транспорта. Итоги работы, вызовы времени, планы на будущее. РЖД отметили день кампании. Ну и, конечно же, длина пассажирских полок. Раньше она была метр семьдесят, теперь она стала уже метр восемьдесят. Для мягкого путешествия железнодорожники представили новый концепт комфортного плацкартного вагона. А также... Чтобы увеличить пропускную способность этого участка, здесь, по сути, строят 10 километров новой двухпутной железной дороги. Расшить узкие места. На Восточном полигоне ведут реконструкцию путей в условиях сложного рельефа. Наш специальный репортаж. Главное событие недели – завершение масштабного проекта, который позволил восстановить полноценное железнодорожное сообщение со столицей Арктики. Под Мурманском РЖД открыли движение по мосту через реку Колу. В начале лета его разрушил паводок. Спустя неполных четыре месяца контейнерный поезд прошел по новому сооружению. Благодаря ему объемы перевозок в Мурманский порт можно будет увеличить. Репортаж Евгения Кузнецова. 105 дней в круглосуточном режиме шло строительство моста, невзирая на переменчивую арктическую погоду, своенравную реку и несговорчивый грунт. Все делалось для того, чтобы восстановить полноценное железнодорожное сообщение Мурманска с остальной частью страны. Посмотреть на проезд через мост первого поезда приехали руководители транспортного холдинга региона и профильного министерства. А заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров и генеральный директор подрядной организации Олег Пирогов встретили его под сооружением. Это традиция мостостроителей. Таким образом они подтверждают безопасность объекта. Полная длина остальной конструкции 158 метров. Она состоит из трех пролетных строений. Самая протяженная, центральная, длиной 111 метров. И два одинаковых отрезка по краям, длиной по 18 метров. В отличие от старого моста, новый не имеет опор в русле реки. Все опоры, здесь их четыре, установлены на берегу. В будущем это инженерное решение позволит полностью исключить фактор паводковых вод на сооружение. Кроме того, это положительно скажется и на экологии. Теперь опоры не будут мешать миграции рыб. Также на мосту будет установлена инновационная система мониторинга. В режиме реального времени она будет предупреждать о возможных неисправностях в конструкции и принудительно останавливать движение. Сам мост сейчас себя анализирует. Есть специальная система датчиков, которая показывает, как изменяется система конструкции при нагрузке на мостовые сооружения. Все это анализирует специальная программа и выдает дальше анализ. Мы уверены, что ту гарантию, которую нам дали строители, минимум на 100 лет, она точно будет выдержана. Сами строители называют мост через колу 105 дней преодоления. Дело в том, что возведение моста шло параллельно с проектированием. То есть монтаж начинался после того, как то или иное проектное решение по какому-либо узлу или элементу принимала главгосэкспертиза. Невозможно было заранее что-то изготовить. Получали сначала чертежи. Параллельно все это дело изготавливалось. Кроме того, при возведении русловых опор на глубине 5 метров были обнаружены рельсы от старого фундамента, которые пробурить мы не смогли. Они в несколько рядов были моноличены. Приходилось раскапывать, их извлекать. Застройщики признают, сдать объект в рекордные сроки получилось только благодаря личному контролю главы РЖД Олега Белозерова и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Первый санкционировал уникальную доставку негабаритного груза. Средний пролет привезли сюда уже собранным из центральной части страны. Второй наладил поставку стройматериалов с местных предприятий буквально в ручном режиме. Я хочу поблагодарить всех строителей, хочу Олега Валентиновича лично поблагодарить за четкую организацию работы как по восстановлению железнодорожного сообщения за 18 дней, так и по строительству нового, современного, уникального, надежного моста за рекордные 105 дней. Более того, грузопоток благодаря этому мосту не только полностью восстановится, а он еще и будет увеличен. Сейчас речь идет о 30 парах поездов в сутки. Это почти на треть больше, чем было, пока стояла старая конструкция. Даже первый поезд, который прошел через новый мост, был адресным. Состав с 54 контейнерами со сборным грузом отправили со станции Заполярное на станцию Автово в Петербурге. ЧП на Коле подчеркнуло своевременность развития Мурманского узла. В этом году РЖД начали работы по расшивке участка Волховстрой-Мурманск. В этом году мы начали строительно-монтажные работы сразу на пяти объектах. Это развитие реконструкции 25 станций и укладка вторых путей более чем на 10 перегонах. Это позволит увеличить пропускную способность направления порта Мурманск существующего и перспективного Лавны фактически плюсом на 28 миллионов тонн. Временную ветку от станции выходной до блокпоста 9-й километр, по которой поезда ходили в обход, пока законсервируют. На провозные мощности с нынешней грузовой базы она не влияет. К тому же ее надо достроить по высоким нормам безопасности РЖД. Пристальное внимание будет и к конструкции сооружения через колу. В ближайшие две недели через мост будут ходить только грузовые поезда, чтобы подтвердить безопасность конструкции. А 12 октября откроется пассажирское сообщение. В качестве подарка местным жителям здесь запустят двухэтажные составы. Пока они будут ходить между Мурманском и Санкт-Петербургом. Евгений Кузнецов, Александр Сердцев и Виктор Казарин. РЖД-ТВ. Мурманская область. Строительство и реконструкция путей в сложных условиях и в рекордные сроки задача для РЖД не новая. Тем более, что от ее исполнения зависит увеличение потока экспортных и транзитных грузов. Их объемы, даже несмотря на вызовы этого года, растут на Восточном полигоне, где масштабную реконструкцию ведут с 2012-го. Моя коллега Жанна Мясникова побывала в Хабаровском крае и увидела, как расшивают узкие места БАМа. Перегон Эльдиган-Тудур – это одно из так называемых узких мест БАМа. Чтобы увеличить пропускную способность этого участка, здесь по сути строят 10 километров новой двухпутной железной дороги. Существующий путь – это 20 километров железной дороги, проложенной в условиях сложного рельефа с кривыми малого радиуса. Этот фактор существенно уменьшает скорость поездов и усложняет перевозку грузов, так же, как и перепады высот. Сейчас у нас уклон не позволяет проводить поезда 7100 без толкача. Мы теряем очень много времени на прицепку толкача по станции Селихин. В дальнейшем, когда мы введем перегон Эльдиган-Тудур, ну и потом Тудур-Селихин реконструируем, у нас не будет необходимости прицеплять толкачи, то есть поезда смогут следовать без толкачей на всем протяжении нынешнего участка подталкивания. По словам инженеров, этот перегон – один из самых сложных с точки зрения реконструкции. Только грунта под новые пути необходимо убрать десятки тысяч тонн, а стоимость работ на этом участке приближается к 9 миллиардам рублей. Половина этой суммы пошла на возведение искусственных сооружений. Двухпутные мосты, водопропускные трубы – все проекты прошли главгосэкспертизу и были одобрены экологами. Ну это мостовой переход, пять пролетов по 33,5 метров, по две нитки ТСЖД пути. Плановая сдача в декабре, по-моему, 22-го года, ну думаю, тогда срочно сдать надо, открыть движение. Может и в первом квартале 22-го года. На Комсомольский регион приходится почти 30% всех средств, заложенных на модернизацию Дальневосточной магистрали. Только в этом году железнодорожники должны освоить порядка 32 миллиардов рублей. Чтобы увеличить пропускные способности на участке от Ургала до Комсомольска-на-Амуре, введена новая система автоблокировки. Теперь, благодаря цифре, здесь проходят не 16 пар поездов, а 21. Это направление стратегическое, по нему идет постоянно увеличивающийся поток грузов в сторону портов Совгавань и Ванина. Мы видим определенные трудности в довозе груза, поэтому компания вкладывает именно деньги в развитие вот этого участка, этого направления. У нас на участке от Комсомольска до Советской Гавани на сегодня уже построено 9 участков. Это двухпутные перегоны и три участка с двухпутными вставками. Практически остались три станции, которые не позволяют принимать поезда длиной более 71 условной. На обновленной инфраструктуре с совершенно другими скоростями и тяговыми возможностями уже начали эксплуатировать новый локомотив 3Т25К2М. Он позволяет вести поезд весом 7100 тонн. В этом году в рамках инвестпрограммы в депо Амурское поступило 25 таких машин. Еще 20 ожидается в ближайшее время. Новый серий локомотив зарекомендовали себя тем, что позволяет ввести груз наиболее больше. То есть, если мы раньше возили порядком 4800 тонн, то новая серия локомотива позволяет доставлять груза компании РЖД порядком 7100 тонн. И, конечно, модернизация инфраструктуры невозможна без электрификации. Сейчас идут изыскательские работы на участках от Волочаевки 2-й, это Транссиб, до Комсомольска-на-Амуре. И от Комсомольска-на-Амуре до Совгавани. Ориентировочная стоимость перевода на электротягу первого участка 45 миллиардов рублей, а второго 50. Когда проект реализуют, можно будет говорить о совершенно других показателях и скорости, и тяге. Жанна Мясникова, Сергей Гришков и Максим Каширин. РЖД-ТВ. Хабаровский край. Проекты на восточном полигоне РЖД ведут, не забывая об окружающей среде и защите Байкала лесных массивов. У компании есть экологическая стратегия. Она направлена на охрану водных ресурсов, снижение выбросов в атмосферу, повышение энергоэффективности. Средственные экологические проекты РЖД получат от инвесторов. В середине недели на московской бирже состоялось техническое размещение первых в истории России бессрочных зеленых облигаций. Оно стало крупнейшим для РЖД и самым крупным зеленым среди российских компаний. Интерес инвесторов позволил увеличить объем заимствования с 20 до 100 миллиардов рублей. Совершенно беспрецедентный объем удалось разместить РЖД. Это 100 миллиардов рублей. Это действительно рекорд рынка. Первое. Второе. Это бессрочная облигация. Это тоже уникальный инструмент. Это дает уникальный шанс инвесторам очень долго находиться в РЖД и получать доходность. Ну и самое главное – это зеленые облигации. Что это значит? То, что те деньги, которые РЖД берет, компания направляет на то, чтобы продвигать зеленые технологии. То есть это все, что связано с электричеством, все, что связано с работой с Carbon Footprint, то есть СО2 и, соответственно, все, что связано с улучшением экологии. И это тоже огромный просто рывок вперед на российском рынке. И это показатель того, что мы находимся очень сильно в тренде. И РЖД здесь, конечно, очень крутые ребята и большие молодцы. Зеленые облигации – это облигации, средства от которых Метент будет направлять на зеленые или экологические проекты. То есть название говорит само за себя. Какие могут быть преимущества? В первую очередь, это брендовый эффект, потому что, когда происходит выпуск облигаций, это говорит о том, что Эмитент следует принципам устойчивого развития. Второе – это, поскольку спрос со стороны инвесторов очень высокий, это может отразиться на снижении ставки купона и, соответственно, стоимости заимствования для Эмитента. То есть это дополнительный бонус. И последнее – то, что Эмитент может получить дополнительную субсидию в отношении понесенных купонных затрат и в рамках одобренной программы Минпромторга при соблюдении ряда требований. Ключевые – это структура капитала, отсутствие любых задолженностей по налогам, приобретение отечественного оборудования. 1 октября РЖД отметили 17-летие с момента основания. Праздничное селекторное совещание по случаю дня кампании прошло в нетрадиционном формате. По рекомендациям Роспотребнадзора и мэра Москвы в холдинге приняли дополнительные меры защиты, чтобы максимально снизить риски распространения инфекции и оградить здоровье всех участников. В режиме онлайн 17-ти железнодорожникам вручили государственные отраслевые награды. Среди них – медаль Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. С праздником сотрудников РЖД поздравил министр транспорта Евгений Дитрих. За прошедшие 17 лет в этом качестве удалось проделать огромную работу для развития железнодорожного транспорта. За сравнительно короткий промежуток времени компания внедрила целый ряд новейших технологий по управлению движением, реализовала масштабные инфраструктурные проекты, обеспечивает ежегодный рост производительности труда, ведет эффективную финансовую деятельность. Прошедший корпоративный год, несомненно, войдет в историю акционерного общества «Российские железные дороги» как время масштабных вызовов и уникальных условий ведения хозяйственной деятельности. Это хорошее время для реализации новых возможностей. Анализируя результаты нашей деятельности, должен отметить, что компания уверенно следует этому курсу. Следуя курсу, РЖД продолжают совершенствовать сервисы для пассажиров. Так, в пятницу компания совместно с «Трансмашхолдингом» представила концепт нового плацкартного вагона в расширенном габарите «Т». Макет выставили на площади Павелецкого вокзала в Москве. Исторически в таком габарите выпускали только вагоны электричек. За счет общего увеличения размеров и перекомпоновки внутреннего пространства конструкторы смогли увеличить и площадь пассажирского салона в концепте. Он шире. Благодаря этому мы смогли увеличить длину пассажирских полок, увеличить длину вагона, увеличить общее пространство внутри вагона почти на 15%. Увеличить багажные полки. То есть те места, где пассажиры традиционно размещают свой багаж, тоже в районе 15%, место для багажа стало больше. Ну и, конечно же, длина пассажирских полок. Раньше она была метр семьдесят, теперь она стала уже метр восемьдесят. Расположение внутри салона осталось неизменным. В одном купе четыре полки, напротив две боковые. Однако, согласно концепции персонального пространства, спальные места теперь разделяет багажный шкаф. Кардинальные изменения внесли и в техническую часть вагона. В РЖД рассчитывают приступить к сертификации нового подвижного состава в первой половине следующего года. А в конце 2021-го компания может отправить рейсы с такими вагонами на курорты Юга. Здесь реализована, прежде всего, система пневмоподвешивания, которая повышает плавность входа данного вагона и при этом уменьшает воздействие на инфраструктуру, на железнодорожные пути. То есть приводит к снижению затрат в эксплуатации. Помимо этого, с точки зрения технических характеристик, мы также увеличили межремонтный пробег практически в десять раз. Если сегодня межремонтный пробег составляет три тысячи километров, то в данном концепте уже этот показатель повышен до 25 тысяч километров. Задача РЖД – сделать путешествия комфортными для всех пассажиров. Например, на неделе на четырех столичных вокзалах запустили новую услугу. Слабослышащим теперь здесь помогают сурдопереводчики. О логистике на языке жестов расскажет Олег Фомин. Когда отправляется поезд, как пройти в зал повышенной комфортности? Ответы на эти и другие вопросы люди с нарушением слуха на Казанском вокзале теперь могут получить с помощью такого терминала. В меню устройства есть кнопка вызова сурдопереводчика. Он ответит на вопрос по видеосвязи. Не взрослыми говорили, или голосом. Мне так и так надо говорить. Александр Иванов плохо слышит с рождения, но вовведению очень обрадовался. Раньше, если на вокзале возникала проблема, искал его работников или обращался к пассажирам. Не всегда можно найти правильное расположение кассы или перрона, купить билет, вовремя уехать. При отсутствии обычной информации. Хотя она может быть и есть на табло, но бывает, что и расписание меняется, и объявления объявляются голосом. Пока сурдопереводчики работают с 8 утра до 8 вечера. В дальнейшем их штат увеличат, и они станут дежурить круглосуточно. Язык жестов сотрудники знают в совершенстве. Язык жестов я знаю с детства. У меня родители глухие. Они меня обучали. Работаю я здесь недавно, потому что программа новая. Сегодня в России проблемы со слухом испытывают 13 миллионов человек. Для них на вокзалах создают все условия. Звуковые объявления дублируют на табло. Устанавливают специальное индукционное оборудование. Так называемая индукционная петля, она есть на вокзале, но она больше помогает общаться с пассажирами с ослабленным слухом, который пользуется слуховым аппаратом. Обслуживание на видеотерминале при помощи языка жестов помогает нам обслуживать клиентов при полном отсутствии слуха. Пока связаться с урдопереводчиком можно только на четырех вокзалах Москвы. Но скоро такие специалисты будут помогать и на других, в разных городах. Олег Фомин и Максим Гамов, РЖД-ТВ, Москва. Какие нововведения будут ждать железные дороги в ближайшем будущем и что важного произойдет в отрасли, расскажем уже в следующее воскресенье в программе «Итоги недели» на РЖД-ТВ. На сегодня это все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова